Еще один мой продукт, который является любимчиком, еще один мой продукт, который я уже использовала в марке Dermalogica, и к которому с удовольствием опять вернулась, это вот такой вот увлажняющий крем для лица, он называется Active Moist, он во объеме 100 мл, это туба чуть побольше. В принципе, это базовый увлажняющий дневной крем, его также можно использовать как базовый увлажняющий ночной, но в качестве ночных я, как правило, беру более сильные препараты, которые каким-то образом с моей кожей работают, а не просто ее только увлажняют, а вот этот вот отличный базовый увлажнитель, который предотвращает обезвоживание вашей кожи, который напитывает вашу кожу влагой, у него в составе аминокислоты шелка, уникальная комбинация экстрактов растений, которые как раз и работают на улучшение текстуры вашей кожи и на увлажнение вашей кожи, на сохранение вот того увлажнения, которое в вашей коже есть, и на восполнение, соответственно, того, которое отсутствует. Я, как уже сказала, данный продукт Active Moist использую для дневного увлажнения моего лица, моей зоны декольте, я, как правило, его смешиваю с моим любимым пудровым концентратом Pure Vitamin C Powder Cream от французской марки Dr. Seba, это тот самый вот концентрат витамина С, который в порошочке. Я на ладошке выдавливаю немножечко данного крема, у него также вот такой вот очень аккуратный носик-дозатор, потом я на ладошку добавляю немножечко порошка витамина С, смешиваю и тут же наношу на лицо, и через несколько минут поверх этого крема я наношу уже легкий флюид с SPF защитой, и, в принципе, это вот мой дневной максимум, он же минимум, который меня очень-очень устраивает, и который позволяет моей коже оставаться молодой, здоровой и радовать меня и всех окружающих. Следующий продукт от марки Dermalogica, который я до этого еще не пробовала, очень-очень много о нем слышала и, собственно, собиралась как раз его попробовать, и в эту поездку я его купила, это вот такой вот. Это такая же бутылочка, внешне она совершенно повторяет бутылочку от Overnight Clearing Gel, а это у нас с вами, эта бутылочка у нас называется Oil Free Mate, это как раз легкий флюид с SPF защитой, в данном случае это SPF защита 30, широкий спектр SPF защиты, и это как раз, собственно, солнцезащитное средство от марки Dermalogica, оно также из линейки Medi-Bag Clearing, то есть оно создано, как я уже за это видео не раз сказала, для комбинированной нежирной кожи, оно очень легкое, оно без содержания масел, и оно заботится о том, чтобы защищать вашу кожу от ультрафиолетовых лучей, и при этом контролировать выработку себума, не вызывать излишнего жирного блеска, и предотвращать развитие бактерий на вашей коже. Вот такое вот средство, которое я себе как раз купила, сейчас пока я им не пользуюсь, я боюсь, что в осеннее, зимнее время оно мне будет чуть кожу пересушивать, а в летнее время, я думаю, что вот данное средство будет как раз тем, что доктор приписал, и я с удовольствием на него перейду, и именно оно будет отвечать за защиту моей кожи от ультрафиолетовых лучей в течение лета. Еще один продукт от марки Dermalogica, который я пробовала, но пробовала его не в полноразмерном объеме, а пробовала его в маленьком таком тестере, либо пробничке, либо там можно это назвать дорожным форматом, это был Multi Active Toner, вот в данном случае я себе купила тоже не совсем полноразмерный, это Multi Active Toner в объеме 50 мл, полноразмерный, по-моему, 120 или 100, он достаточно большой, я его брать не стала, потому что я взяла для себя тоник от другой марки, о нем я вам обязательно расскажу в отдельном видео, а вот этот вот Multi Active Toner, он универсальный, в принципе, насколько я помню, если я ничего не путаю, то данный тоник в марке Dermalogica 1, он универсальный, он подходит для всех типов кожи, он увлажняет вашу кожу, восстанавливает ее кислотный баланс, и готовит кожу к дальнейшему увлажнению, в нем достаточно много экстрактов разных растений, здесь есть экстракты арники, и ментола, и лаванды, и также других различных растений, мне он очень нравится, безусловно, он для меня не является конкурентом для моего любимого Clearing Toner от марки Dr. Houshka, но как еще одно дополнительное следствие, так как мой тоник от марки Dr. Houshka, он все-таки очищающий, он такой достаточно интенсивный, и кожу он немножечко подсушивает, то это такой вот базовый, универсальный, бутылочку в 50 мл очень удобно брать с собой в дорогу, и в отличие от Dr. Houshka, это не стекло, это пластик, соответственно, он практически ничего не весит, кроме вот той жидкости, которая находится внутри, и данным тоником с удовольствием пользуюсь, у него вот такой вот носик-дозатор-спрей, соответственно, я делаю несколько, распыляю, делаю несколько пшиков на зону шеи декольте, и потом закрываю глазки, и также делаю несколько пшиков на зону моего лица, и потом прихлопывающими движениями, собственно, распределяю по всему лицу данный тоник, и тоже очень-очень им довольна. Средство, которое я раньше не пробовала, но которое я решила попробовать, от марки Dermalogica, это Ultra Calming Serum Concentrate, это концентрат для чувствительной кожи, который успокаивает нашу кожу, он в объеме 50 мл, он уже из линейки Ultra Calming, это как раз линейка в марке Dermalogica, созданная для решения проблем чувствительной кожи, и данный тоник, он содержит экстракты овца, он содержит экстракты авокадо, содержит экстракт семечек подсолнуха, и он очень классно именно успокаивает вашу кожу. У меня достаточно часто бывает, так как я работаю со своей кожей, наношу на свою кожу периодические кислоты, ретинол, и в принципе достаточно сильные препараты, то, честно говоря, иногда я сталкиваюсь с ситуацией, когда я немножечко переборщила, и когда моя кожа краснеет, и на ней появляется такое вот раздражение, или чуть, возможно, излишняя сухость, вызванная именно моей активностью в плане ее ухода, либо моей активностью в плане ее эксплуатации, и в этот момент мою кожу надо восстанавливать, ее надо успокаивать. Я пока что для этих целей не нашла еще своего идеального средства, как вы знаете, я пробовала аналогичную сыворотку из марки Murad, также американской, она мне понравилась, более или менее, но прям какой-то такой вот любви-любви у меня с ней не случилось, поэтому в этот раз я решила попробовать данную сыворотку от марки Dermalogica, тем более, что на нее было очень-очень много таких хвалебных отзывов, честно говоря, прям совсем распробовать я еще ее не успела, наношу ее на какие-то локальные зоны раздражения, когда она у меня появляется, и в принципе на данный момент я пока довольна результатом, позднее сделаю, наверное, отдельное видео, когда уже вот данный продукт распробую, расскажу вам свое мнение уже более подробно. И последний продукт от марки Dermalogica, который я тоже еще не пробовала, вернее, я его пробовала, но в другом формате, это Precleans, вот данный продукт я уже не покупала, он в объеме 30 мл, вот такая вот бутылочка, его я получила в качестве подарка при своем заказе на сайте Dermalogica, марки Dermalogica, это www.dermalogica.com, это американский сайт, который делает, ну, по Америке он точно делает доставку, насколько он делает доставку в Россию, я не знаю, надо уточнить. Так вот, эта жидкость как раз, это масло для глубокого очищения лица, для удаления различных загрязнений и для снятия макияжа. Подобный продукт у меня был в формате салфеток, если вы помните в предыдущем видео про обзор продуктов марки Dermalogica, я как раз вам рассказывала именно про салфетки Precleans Wipes, которые пропитаны этим маслом и которые, собственно, предназначены для тех же целей, то есть для удаления загрязнения, либо для удаления макияжа с вашего лица, пока что данное средство я еще особо не пробовала, потому что, ну, в домашнем формате у меня есть более объемные продукты тех марок, которые мне нравятся для удаления и снятия макияжа. Я думаю, что данную бутылочку я с удовольствием возьму с собой в одну из поездок, и она у меня там отлично отработает, потому что, помнится, салфетки от марки Dermalogica мне очень понравились, и они отлично удаляли и макияж, и загрязнения. Единственное, что, если я не ошибаюсь, не очень было комфортно удалять с помощью них макияж с глаз, потому что, так как это салфетка, все-таки приходилось тереть вот эту зону, а тереть зону глазок я не очень люблю, потому что зона и так нежная, и создавать какое-то лишнее трение, лишнее воздействие на нее, я считаю не совсем корректным. Итак, про свои новые продукты, они же старые продукты от марки Dermalogica я вам рассказала. Я очень надеюсь, что данная информация была для вас полезной. Если у вас появились какие-то вопросы, то не стесняйтесь, пишите их, пожалуйста, задавайте в комментариях внизу. Если вам нравится данное видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не являетесь моим подписчиком, и до скорых встреч, пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok